добрый день добрый вечер для кого-то дорогие друзья с вами канал блоковых и мы с вами разбираем прошедшие бои джермена франклина против энтони джошу да это было первое возвращение энтони джошуа после его поражения александру усику прежде чем начнем хочу напомнить вам подписывайтесь на наш телеграм-канал ссылка будет в описании первым комментарием под видео и так мика какие твои в общем-то мысли по данному бою да привет друзья какие мои мысли знаешь мы с тобой посмотрели уныло достаточно зрелище но я тебе хочу сказать что по этому зрелище можно сделать кое-какие выводы в первую очередь об энтони джошуа не всем интересны вот ты знаешь вот эта тренерская чехарда вот это все по-моему это вообще никакого значения не имеет я если во время боя ловил на мысли особенно в первой половине что джошуа вот как встал в одну колею еще с первого боя с усиком но он пытался боксировать так он и продолжает независимо от того какой соперник но франклин все-таки тут тот боксер с которым можно было рубиться да и я вспоминал черт возьми бои джошуа с диленом вайтом даже с крючком рубился а тут он такой да постоянно постоянно пытался тупо боксировать и мне кажется это немножко даже но какой-то зажатым был скованно и я так смотрел и думал что джошуа это уже не тот джошуа который был до своих первых поражений и еще такой момент я вот так думал а что он покажет в бою даже не с фире с усиком уже видели с уайлдером то есть мы видели очень ну как бы франклин доносил силовую тяжелый удар и доносил до джошуа и если такой плюхой попадет уайлдера я думаю всем понятно чем все это закончится то есть я себя поймал на мысли что джошуа уже вот с нынешними топами как-то не верю я извините а перебью скорее всего не будет боя и промоутер когда это увидит уайлдера против джошуа ждут вот такие вот бои как вот стран ты нам против бойцов которые не могут его победить и кого он может перебоксировать будут доить корову по имени джошуа вот в общем-то до победы про пранкли но хочется сказать что в общем то он сделал сделал свою максимум на дерзко вышел это сильно вышел побеждать и не сказал что вина вот плохого оттапова отстойного боя это вина франклина нет это больше вина джошуа хотя на франклина за жалил за занзал в реал клинч в общем то вел такая у нее такой стиль еще можно трое спасибо тяжело, плохо, хорошо выглядеть, мы скажем, но в целом, да, у Джошуа, по-моему, проблемы с головой, с моральным состоянием, потому что вот я от себя хочу сказать, он попадал удары, и никакого желания, в общем-то, обострить, закончить досрочно не было. Он просто вышел побеждать на тихой волне. У меня сложилось впечатление по его глазам, что он вышел не проиграть. У тебя тоже, нет? На мой взгляд, я думаю, мне кажется, он какой-то потерянный. Да, он потерян, но он вышел не проиграть. Ему страшно проиграть, а, в общем, выигрывать он не очень хотел. Он вышел на тихой волне, перебоксировать. Да, он там каждый раунд был получше, тем более на своей земле. Он перебоксировал Франклина. Ну, ребят, если вы не видели этот бой, лучше вам его и не смотреть. Это такой, не знаю, это бой Кличко, ближе к закату, когда он с Мойлем Сюра там начал работать, но тот, ну, хотя бы Кличко удосрачивал своих соперников, да, там нудные бои, соперники не очень, но хотя бы их удосрачивал. Джошуа нет, в общем-то, ну, выделил. По поводу Кличко я себя и наловил на мысли, что Джошуа намного меньше пропускал, когда он в стиле Владимира вот далеко держал переднюю руку. А когда вот зажимался, то вообще Франклин, ну, Франклин понравился тем, что пытался быть разнообразным. Он там издваивал джеб, изтраивал, и через корпус пытался зайти. Ну, он реально... Франклин, Франклин, да, хотел победить, вышел себя показать, он такой, у него был огонь в глазах, у Джошуа этого огня не было, он был потухший, он был потерянный. Показал, ну, да, он попадал, он, опять же... Сложно говорить о Джошуа, и вот это вообще, наверное, большой разговор, что его ждет, потому что я не знаю, кто будет его следующим соперником вообще, вот кто? Не топ, около топ будет его следующий соперник, тот, кто представляет интерес, но не представляет угрозы, ну, скажем так. И если еще соперником будет тот, кто, да, представляет интерес, но не представляет для него никакую угрозу. Никакого Уайлдера мы не увидим, никого Фьюри мы не увидим, никаких реваншей. Может, я тебе больше скажу, может быть, нас ждет реванш с Франклином, может, они как-то раздуют эту историю, там, как они, вот, перед объявлением победителя, они, в общем-то, там, чуть ли не подрались в ринге, там, кто-то из команды Франклина. Может быть, это будет Диллиан Уайт, Уайт давно просит реванш. Да, скорее всего, это будет Диллиан Уайт, мы увидим еще один бой с Диллианом Уайтом, ну, я просто хочу сказать, что вот эта вот концовка, где команда чуть не подрались, она, в общем-то, она просто, она была интереснее, чем весь бой. Наверное, так. Нет, опять же, мы, да, мы обсираем этот бой, и заслуженно его обсираем, но, как бы, не технические качества Франклина, мы не ставим под сомнение, не технические качества Джоша, может, там, в техническом плане он хорошо все сделал, но, черт подери, ты боксируешь в мейн-ивенте, попытайся обострить, ну, черт подери, ты не вышел по любителям в какой-то турнир выйти отбоксировать, да, ты не вышел, ну, попробуй. Он уже не подряд, и должен показать, что я вот вернулся, ребята, то... Да, попробуй обострить, попробуй досрочить, да, то есть, тем более, с Франклим это можно сделать, но покажи что-то большее, ну, я не какая, второй бой с Усиком, где ты просто двигался красиво, или как с Руисом, вот, Руис вышел не в форме, ты просто двигался, и все. Ну, скорее всего, да, Джошуа все в моральном плане, наверное, не скоро он вернется, наверное, нас ждет реванш с Уайтом, реванш с Уайтом, и, возможно, кстати, вот, знаешь, с Чесуорой, или с Чесуорой есть у нас, правильно? Вот посмотрев на такого Джошуа, Фьюри быстро побежит на этот бой, на вот это 100%. Его Джошуа не возьмет, да, но и Джошуа не возьмет этот бой, 100%, ну... Да, ну, в жизни, если Херн будет понимать, что Джошуа, как бы, уже идет на спад, то почему бы не срубить много денег? Ну, знаешь, может, по чуть-чуть много, чем много и один раз, знаешь, по чуть-чуть мало, чем много и один раз, знаешь, подумают, что лучше мы, там, 5-6 боев проведем с Джошуа с кем-нибудь Уайтом и Чесорами, Чесора вернется, знаешь, его достанут, там, заслуженной пенсии, там, не знаю, кого-нибудь достанут, или какому-нибудь топ, якобы, топ около проспекта, кто ему не представляет угрозы. Хотя, может, и конкурентный какой-нибудь бой. Я допускаю, что, к примеру, победит Дэниела Дюбуа. Да, да, он может и бой с Дюбуа будет. На конкуренте бой с Усиком, поэтому, как бы... Я даже скажу, они даже не возьмут от Тавалина, например, ну, то есть, они не возьмут его, не понимают, что в Лену Розу... Ну, это Литка и мало, как бы, бенефита. Да, мало бенефита. Они не возьмут от Тавалина, они не возьмут, ну, и не не возьмут того, кто представляет для них угрозу. То есть, вот, как бы, Джозеф и Джозеф не возьмут. Нет, какую Джозеф? Хо-хо, хо-хо, нет. Ну, в общем-то, такой короткий разбор, даже не разбор, а просто волна, не хейт. Волна, не волна хейта, да, в отношении... Но критики, я считаю, справедливые критики. Вот. Делитесь своими впечатлениями от этого боя, впечатлениями от Джоша, оставляйте комментарии, подписывайтесь на наш канал, и нас ждет... Если вы его не смотрели, вы ничего не потеряли, ну, вы можете... Если посмотрели, значит, вас переполняют негативные эмоции. Я думаю, что, зачем вы нас смотрите? Значит, то, ну, в общем, да, оставляйте, делитесь. Или, наоборот, позитивом. Вы нашли, например, этот бой, мы с вами с удовольствием поделимся мыслями, если вы нашли этот бой интересным. Да, и не забываем, что нас ждет достаточно горячий апрель, Джерон Тедевис будет боксировать с Райаном и Гарсией, ну, и так далее, и так далее. Очень много интересных боев будет, так что оставайтесь с нами. Ну, а пока... Еще раз подписывайтесь на наш телеграм-канал, не забывайте, и прямо сейчас возьмите, не подпишитесь, если вам не лень. Спасибо большое, дорогие друзья, за просмотр. Всего вам доброго.